Так, друзья, сегодня мы записываем специально для вас, надо сказать, еще одно интересное видео Как перевести противника из стойки в партер, нивелируя какие-то сложные технические действия То есть нам не нужно изучать 5-6-7 лет различные традиционные виды борьбы Самбо, дзюдо, вольные, классики и так далее Что перевести противника в партер, где мы сможем реализовать весь наш, так сказать, угрожающий потенциал бразильского жу-жицу Со всеми его приемами и различными свипами и доминирующими действиями А прежде чем мы будем показывать эти простые и эффективные действия Не забудьте, друзья, подписаться и поставить лайк, колокольчик, все вот эти активности произвести Это мотивирует нас, меня непосредственно, Александра, нашего талантливого оператора Вот так надо поделать Потому что мы хотим создать полезное, приятное видео, чтобы, ну и в то же время, получать какой-то от вас, так сказать, фидбэк Чтобы мы понимаем, что это вам нравится и так далее Поэтому это важно и для развития канала в том числе Итак Мы переходим к захватам Точнее сказать, мы пытаемся от них освобождаться, от этих захватов Но в то же время сразу садимся Есть такое понятие pull guard, когда мы затягиваем противника к себе в гард, в партер Но нам надо сразу в темп этого движения посадить противника или повалить его То есть я нахожу кисти Если это грэплинг, у нас нет кимоно Как браслеты одеваю такие, раз, на кисти Я вот люблю использовать эти два пальца Я просто буквально, оп, прям надеваю как браслет Сажусь И в это движение одна нога моя уже высекает его пятку Вторая нога отсюда из-под бедра, буквально незаметно движение, также высекает его пятку При этом мои стопы не расслаблены, они не пустые Они прям как крюки И я сразу немножко их раздвигаю Мои колени направлены уже в сторону В это движение я сразу толкаю руками его в таз И в темп его падения я держусь за его руки И сразу встаю, выставляя колено вперед, таким образом тараня его движение В темп этого действия я могу перейти сюда, начать проходить его гард Либо пройти сюда и начать проходить его гард здесь То есть я должен сразу обойти его ноги, чтобы не воткнуться в них Чтобы он не начал своим ногами меня отталкивать, бить и так далее То есть мне надо сразу выйти на доминирующую позицию Опять, я освободился от всех захватов Зафиксировал кисть Если получилось, взял свою рукава Я чуть его вниз гружу Все время я должен чуть висеть на его руках Если я не буду висеть на его руках То он будет запрямляя спину, просто счищать мои руки А когда я руки на него повесил У него сразу вес тела падает чуть-чуть на муски То есть я буквально здесь Оп, сразу чуть, видите, он подается вперед А я в это движение сажусь Видите, он ко мне подошел Когда он ко мне подошел Я цепляю своими крюками стоп Его пятки Толкаю в таз и сразу на него поднимаюсь В темпе этого движения Я прохожу через его бедро И фиксирую сайд-контроль Сохраняем дистанцию Зафиксировались на кистях Подсажусь, его к себе привел Сразу развожусь, сразу толкаю, сразу поднимаюсь Здесь могут быть разные варианты прохода Например, такой Либо такой И фиксирую положение сайд-контроль Перейдем к следующему действию Второе действие из этой серии Сейчас мы будем его подбивать не под пятки А наши крюки стоп пойдут под коленные изгибы То есть я буду его немножко вывешивать И фиксировать руками его пятки Начало все то же самое В данном случае нам кисти сейчас не так нужны А нам нужно просто зайти под него И потянуть его к себе То есть я голенями его под бедра подхватываю Крюки стоп также включены Колени развожу в сторону Своими руками фиксирую его стопы Это могут быть штанины Но лучше пятки Сейчас здесь поднимаю таз И колени направляю туда вперед Но при этом колени не должны быть сжатыми Потому что иначе он просто сядет в маунт на нас А должно быть вот так Колени как можно шире И делаю вот такое действие Когда он упал Я в темп движения сажусь Чуть отодвигаюсь от него Складываю ногу И поднимаюсь И опять же начинаю вот оранить его ноги Чтобы сразу в темп движения их скинуть в сторону Опять был здесь Чуть дистанция Вывешиваю Отталкиваю И сразу встаю Контроль ног здесь может быть разный Может быть штанина Для последующего введения так ноги Может быть просто в сторону сюда выхожу Может быть вот такое движение С накатом с небольшим И скидыванием в сторону То есть очень важно в темп действия Не остаться перед ногами Думая что ты уже повалил противника В этот момент сможет пятка в лоб прилететь Или он может с ногами обхватить И начать там сам делать болевые приемы и так далее Плюс после вашего действия Вашего слипа Вы должны показать доминирование То есть вы должны показать Что вы не даете противнику встать Потому что часто так бывает В дюдо особенно это распространено Когда бросок произведен Красивый, классный, эффектный, эффективный бросок Но противник раз и вскочил Ну и все мы знаем как дудоисты Филигранно в воздухе делают там Три движения и как кошки приземляются Опять же на все четыре конечности И вроде как на спину не падают Но таким образом мы перестаем контролировать противника А наша задача зафиксировать противника В доминирующем положении Быть сверху и него И не дать ему встать после вашего технического действия Итак друзья еще раз я покажу Как это действие производится Опять же был здесь Подошел к нему Подтягиваю его к себе Развожу коленочки Нахожу опоры Нахожу руками его стопы И сразу встаю Когда встал Держу его ноги Чтобы у него не было возможности встать Сохраняю давление на его бедро Например Делаю leg drag так называемый Либо делаю низ slide так называемый Но очень важно в темп движения обойти гард Итак друзья Сегодня мы рассмотрели Две техники перевода противника в партер Не используя сложные технические действия В следующем влоге мы покажем еще две Это будут трипод свипы Также два технических действия Как использовать свои стопы Три воздействия И вообще трипл экшен Это очень такой важный аспект Вот эти вот три точки воздействия против противника Это будем говорить так Минимальная составляющая После чего противник падает Либо вы контролируете его Ну то есть вот понятие треугольника И понятие трех контактов с противником Я потом чуть позже раскрою Если вам интересно Опять же оставьте комментарии Напишите Да Лайки поставьте Ну лайки так по умолчанию Кстати говоря Если хотите чтобы я больше раскрывал Какие то аспекты единоборств Бразильского джиу-джитсова Традиционных видов борьбы Поддерживайте канал Собственно ставьте комментарии И ставьте колокольчик Всем отличных тренировок И большой у вас Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok